Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Делятся впечатлениями и планами на будущее. Такие непередаваемые чувства, что все закончилось. Это школьная пора, мы готовились столько к ней и прошли 11 лет учебы, и они позади. Сейчас нас ждет взрослая жизнь, по-настоящему самостоятельная, что все, уже не будет мамы с папой, которые нам будут опекать. Есть такой небольшой страх, что сейчас мы вступаем в новый этап нашей жизни самостоятельно, и теперь мы сами будем себя, как бы это ни звучало грубо, обеспечивать. Ну, надеюсь, справимся. В этом году аттестат о полном среднем образовании получили 670 выпускников. Из них более 40 ребят окончили школу с медалью. А шесть раз старшеклассников получили стобальный результат по итогам единого государственного экзамена. Современные дети – это другие дети, и поэтому мы в отрасли образования, вообще в государстве, создается новая совершенно образовательная среда, которая дает детям стимул учиться по-новому, открывать, искать, творить. И поэтому эти дети, вообще их сравнивать нельзя. Многие ребята хотят продолжить обучение в Тобольске. Некоторые планируют вернуться в родной город после окончания вузов и СУЗов. Этот выпуск, он стал, можно так выразиться, урожайным. Мы уже на текущий момент имеем серьезных, сильных, с серьезным багажом знаний ребят. То желание, то стремление и та база, которая дается знаниям в нашем городе, она дает возможность вырастить достойных, настоящих, не только граждан нашего города, но и граждан нашей России. 11 лет за школьные парты дают ученикам не только багаж знаний. Это еще и воспоминания о друзьях и учителях, первой влюбленности, проделках на уроках и уверенность в том, что все лучшее еще впереди. Наталья Китова, Виктор Муратов, Тобольское время. Престижный межрегиональный театральный фестиваль «Театр Нации Фест» снова подарит таблигам незабываемые впечатления. С 29 июня по 7 июля театральные события наполнят город праздничным настроением и ажиотажем. Откроют фестиваль в день города артисты Новосибирского театра «Кукол» спектаклем «Не кормите мусорного дракона». 30 июня на Красной площади развернется большое театральное представление праздник уличных театров. Ну вот в этот раз решили прям такое объемное там. Все действие нон-стопом будет проходить где-то в районе пяти часов. То есть один за другим, один за другим. Это будет, думаю, очень ярко. Мне, по крайней мере, очень хочется посмотреть. 3 и 4 июля на сцене Тобольского драматического будут сыграны два спектакля из рубрики «Наше все». «Наше все» – вот третье, четвертое – это «Наше все» Нодар Думбадзе, четвертое – «Наше все» – это Тургенев «Метафизика любви». Ну и 7 числа, 7 июля закроется театр «Наций Фест» таким знаменитым и известным всем нам произведением Островского «Снегурочка». Трижды будет показан этот спектакль. В этом году фестиваль объединяет два направления – культуру и экологию. Театр «Наций Фест» Тобольск проходит при поддержке компании «Сибур» в рамках программы «Формула хороших дел». А коллективы предприятий и организаций Тобольска примут активное участие в субботнике, который пройдет в преддверии Дня города. Среди них – Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие. Уважаемые земляки, близится день города. В этом году администрация города призвала табаляков всех неравнодушных жителей принять участие в проведении праздничного субботника. Коллектив Тобольского ПТП, конечно, присоединяется к этому предложению. Мы, все работники предприятия, выйдем на Комсомольский проспект. И там, где мы последние годы осуществляли посадки ЛИП, проведем предпраздничную чистку. Приглашаю присоединиться всех табаляков к этому мероприятию. Наш город будет красивым и самым лучшим. Стартовал 15-й велопробег, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ради жизни на земле. Более 40 велосипедистов из Тобольского и Вагайского районов в течение двух дней путешествуют по просторам родной земли. На пути от Тобольска до Аполуянова учащиеся посещают музеи муниципальных образований и соревнуются в знаниях правил дорожного движения. Во время велопробега у нас с детьми запланированы конкурсы викторины. Они сдают экзамен на знания правил дорожного движения и оказание медицинской помощи. Победителям конкурсов мы включаем удостоверение юных велосипедистов. В Тобольске вновь стартует проект «Здравый смысл». Он реализован в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании «Сибур». Тренировки будут проходить в течение всего лета на территории школы номер 9. Массовые тренировки под открытым небом под руководством профессиональных тренеров уже проходят пятый год. Проект «Здравый смысл» объединяет сотни табаляков общей идеей приобщиться к здоровому образу жизни. Первый раз? Нет, уже третий год хожу. Ну и как впечатления? Отличные. Да, впервые. А почему решили? Ну вот друг позвал и вместе с другом пошли. Что ожидаете от тренировок? Ну, хочу нормально прокачаться вообще в принципе за лето. Не знаю, насколько это возможно. Три месяца будут проходить тренировки по нескольким направлениям. Организаторы предусмотрели интересы различных групп населения по возрасту и спортивным предпочтениям. Число участников не ограничено. В атмосфере коллективизма провести какое-то время, потренироваться. Все, опять же, повторюсь, совершенно бесплатно и с удовольствием. Ну, прекрасно. Ну, вообще можно стать потом чемпионом после таких занятий? Ну, чемпионов... Чемпион тот человек, который преодолел себя, понимаете? Стал с Димана, пошел потренироваться, он уже чемпион. Тренировки будут направлены еще и на подготовку к кроссу «Стальной характер». Он пройдет в Тобольске в августе. Задействовать максимально физическую подготовку участников. Ну, и сделать «Стальной характер» некой точкой, дедлайном. Ну, не дедлайном, скорее точкой, когда участники будут готовиться, ставить себе цели и покорять их уже непосредственно на самом забеге. Тренировки будут проходить по понедельникам, средам и пятницам на площадке у девятой школы. Начало в 19 часов. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Закончен прием заявок на участие в традиционном фестивале исторической реконструкции «Обалакское поле-2019». Он пройдет с 6 по 7 июля в Тобольском районе. В этом году, помимо традиционных зрелищ, организаторы расширили детскую развлекательную программу. Нынче ребята и реконструкторы тоже самое, еще и делают детский лагерь. То есть это будет достаточно, ребенка можно будет оставить. За время, пока родители ходят и гуляют по территории туркомплекса, ребенок будет заниматься с ребятами-реконструкторами. Его научат и владеть мечом, защищаться через щит. То есть там какие-то... Очень много будет новых мастер-классов. Нынче ребята везут с собой мастер-классов больше в три раза, чем в прошлом году. Организаторы надеются привлечь больше гостей за счет обновления развлекательной программы. В прошлом году было зарегистрировано более 18 тысяч туристов. А телекомпания «Тобольское время» продолжает семейную викторину «Родной Тобольск». Участвовать может каждый. Главная задача – правильно ответить на вопросы. Дети их задают и очень стараются хорошенько запутать участников. Папы и мамы, бабушки и дедушки, сестренки и братишки – старайтесь. Задание озвучивается в эфире программы «День за днем». Выкладывается в официальных группах телекомпаний и в соцсетях. Ответы знатоков. Редакция ждет в комментариях под постами. Решающие факторы. Скорость и полнота ответа. Победители получат призы. Генеральный спонсор рубрики «Планета окон. Лучшие окна по лучшей цене, приятные цены и отличное качество». Планета окон. Оконные системы. Обшивка балконов и лоджий. Изготовление и ремонт москитных сеток. Установка рольставней и гаражных ворот любой сложности. Звоните 27 29 70. Партнер рубрики «Супермаркет Домострой». Это более 25 филиалов по всей России. Широкий ассортимент товаров для дома, интерьера, сада, строительные и отделочные материалы. Домострой – это качество товаров, доступные цены, высокий уровень обслуживания и довольный покупатель. Занялись строительством? Домострой вам в помощь. Недовольны интерьером? Все для ремонта в Домострое. Хотите декорировать дом? Декорируйте с Домостроем. Работы по даче и на дачу в придачу. Домострой. Домострой. От шурупа до газонокосилки найдем нужное по приятной цене. Домострой. Зона вузов 4. Продолжаем нашу семейную викторину. Вопрос сегодня не из легких. Внимание, знатоки. Назовите химические элементы периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева, которые кроются в описании коней в сказке Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок». Они были блестящие, у них был огонь, такая вот блестящая, как у нас денег. Это как металл. Из него делают монеты, украшения, посуду. Из-за блестка его сравнивают с солнцем. Этот элемент входит в состав углекислого газа. Он может быть, камень такой вот огромный, он превращается потом в огромный камень. Он может быть острым, а если его потом, его острый кончик, можно палец проколить. Это штуковина, а у нас он очень опасный. Из него можно кольцо на пальцы нацепить, сделать на шею бусы и часы тоже бывают такие наручные. Еще один наш деловой партнер – салон красоты «Малина». Малина – место, где мечты становятся реальностью. Попробуй малиновое удовольствие. Малина – для яркой тебя. Провести свободное время с подругой легко. Малина – волшебное место для женских секретов красоты. Кедровая бочка, массаж, солярий, квалифицированный косметолог, парикмахер и многое другое, что сделает ваше настроение сочным и ярким. Малина – это больше, чем просто салон. Ответы знатоков редакция ждет в комментариях под постами. Окончание семейной викторины родной Тобольск 27 июня. Призы победителям вручат на праздники в честь родного и любимого города. Но делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее еще прогноз погоды. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т плюс В. 20 июня синоптики обещают небольшой дождь. Возможно, с грозой. На термометре днем около 20 градусов, ночью 11-13. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Ветер западный 2-5 метров в секунду.